Существуют десятки фобий, и все вы про них слышали. Это клаустрофобия, агорофобия, аэрофобия, куча всяких, и это уже бесконечно. Интимофобия, сексофобия, из таких, надо же как-то придать огонька происходящему. Значит, речь идет о том, что наш мозг, столкнувшись с какой-то дискомфортной ситуацией, она может быть разного рода, ну вот социофобия, например, это вы могли испытать какое-то ощущение дискомфорта, взаимодействуя с другими людьми незнакомыми, или выступая перед аудиторией, столкнуться с какой-то там негативной, как вам показалось, реакцией. То есть какое-то есть событие, в результате которого мозг решает, что в нем кроется ваша смерть, как в игле Кащея. И вот вы делаете что? Вы строите ларцы, в утку засовываете яйцо, в утку засовываете в зайца, для того, чтобы ни в коем случае не столкнуться с этим страхом, не оказаться в ситуации, где этот страх на вас как бы нападает. Значит, наша задача, здравствует психотерапия, занимается в том, чтобы вскрыть, так сказать, это все потихонечку. И не создавая какого-то дискомфорта, последовательно разоблачить вот этот страх и дать мозгу почувствовать, что вообще это не является реальной угрозой. И вот за счет тех техник, которые мы используем, вы перестаете это так воспринимать и освобождаетесь от страха. И вам больше не нужно подстраиваться под жизнь, в которой вы как инвалид чего-то не можете делать, потому что вам очень страшно. Так что это такая борьба не просто со страхом, это борьба за жизнь, в которой вы не ограничиваетесь вот этими неприятными штуками и не живете с ощущением, что они где-то тут вот вокруг вас ходят и что-то хотят от вас нехорошего. Вот такие дела. Вот так вот.